Вода в организме выполняет несколько важных функций. Вода регулирует температуру тела, является универсальным растворителем, является смазкой. А самое главное, вода должна прийти в клетку и принести туда кислород, гормоны, питательные вещества, минералы, витамины и вывести из клетки токсины и отходы. Молекулы обычной воды находятся в группах, которые называются кластеры, по 20-50 молекул. Молекула кангин-воды состоит из 5-6 структурированных молекул, которые легче и быстрее проникают в ткани и органы нашего организма. Это значит, что такая вода будет более эффективно доставлять в клетки все необходимое для нормальной жизнедеятельности и также более эффективно выводить весь мусор. Сейчас я покажу это на очень интересном примере. У меня в руках пакетик зеленого чая. Сейчас я буду заваривать чай, используя обычную воду из-под крана и кангин-воду. Вот в первый и третий стаканчик я налью обычную воду из-под крана. Во второй и четвертый я налью кангин-воду. Вот сейчас будем заваривать чай. Сейчас я ему дам немножко намокнуть. Посмотрите. В обычной воде чай практически не заваривается. Теперь мы опускаем этот же пакетик в кангин-воду. Разница колоссальна. Очень быстро заварился чай. Может вы думаете, что пакетик размок и в кангин-воде работает немножко лучше, так мы его обратно опускаем в воду из-под крана. В воде из-под крана точно такой же эффект. Чай очень плохо заваривается в воде из-под крана. Если вы, может быть, думаете, что пакетик чая уже кончился, так мы его обратно опустим в кангин-воду. Посмотрите. Как только чай, пакетик с чаем, попадает в кангин-воду, он начинает мгновенно завариваться. Я сейчас для чистоты эксперимента сделаю еще несколько стаканов воды, используя кангин-воду. Как только чай попадает в кангин-воду, моментально начинает завариваться. Из этого пакетика мы можем заварить приблизительно 10-15 стаканов чая. Машина выпускает воду, нейтральную воду, с которой нужно принимать лекарства. А через полчаса вы можете пить кангин-воду в неограниченных количествах. Но если вы принимаете витамины и пищевые добавки, то результат от приема витаминов с кангин-водой будет намного лучше. Мы сейчас вам показали свойства питьевой кангин-воды. Машина делает 7 различных видов воды с различным кислотно-щелочным балансом. Вот здесь у меня на экране представлена машина, и здесь есть несколько кнопочек, которые меняют моментально кислотно-щелочной баланс воды. Когда мы нажимаем кнопочки на сиреневой панели, то меняется кислотно-щелочной баланс питьевой воды от 8,5 до 9,5. Когда мы нажимаем кнопочку на зеленой панели, то машина делает нейтральную воду, которая как раз нужна для запивания таблеток. Желтая кнопочка, когда мы нажимаем желтую кнопочку, машина делает воду красоты. Кислотно-щелочной баланс, который соответствует кислотно-щелочному балансу нашей кожи. Когда мы нажимаем последнюю вот эту оранжевую кнопочку, то машина делает два уникальных типа воды. Одна вода с очень низкой кислотно-щелочным балансом, 2,5, которая является натуральным дезинфектором. Она убивает все бактерии моментально. И идеальна для различных кожных заболеваний. Псориаз, экзема, дерматит, ожоги, порезы, конъюнктивиты, можно ворло ей полоскать, можно мыть все дома без химии. И еще одна вода, которая выходит, когда мы нажимаем вот эту оранжевую кнопочку, это очень сильная канген-вода, кислотно-щелочный баланс, который 11,5. У этой воды уникальные моющие свойства. Я вот сейчас вам их продемонстрирую. Мы вот взяли помидорки, купили в очень дорогом супермаркете американском. И сейчас сделаем небольшой эксперимент. Вот эти помидорки мы помоем водой из-под крана. Собственно, тоже, наверное, что вы делаете дома. А вот эти помидорки мы нальем, вот в эти помидорки мы нальем канген-воду 11,5. И подождем немножко. А в эти два стаканчика я налью кунжутное масло. Оно темненькое такое. Используем это масло просто, чтобы было лучше видно. И сделаем то же самое. В один стаканчик мы нальем воду из-под крана. Вот посмотрите, масло всплыло на поверхность. Как мы знаем, масло с водой не смешивается. А в этот стаканчик мы нальем канген-воду 11,5. Посмотрите, что случилось с маслом. Эта вода растворила масло. А сейчас посмотрим, вот прошло как раз пару минуток. Сейчас посмотрим, что стало с нашими помидорками. Эти помидорки мы мыли обычной водой из-под крана. А эти помидорки мы мыли канген-водой. Посмотрите, какая разница. Можно сделать выводы, что если эта вода растворяет масло, значит она смыла с этих помидоров пестициды на масляной основе. Если мы попробуем вот этот помидор и вот этот помидор, то разница будет ощутимая. Попробуйте, пожалуйста. Теперь попробуйте помидорки, которые... Вкус абсолютно поменялся. Кисловато я этим. Абсолютно. Это обычно, да? Конечно. Последнее, что я хотела показать, это насколько вредна вода из-под крана. Вот у меня есть остатки воды из-под крана. Я сейчас налью их в два стаканчика. Это у меня капельки. Это тест на хлорку. Я сейчас накапываю несколько капелек в воду. И посмотрите, вода начинает менять цвет. Чем желтее вода, тем больше хлорки. Посмотрите. В этой воде достаточно много хлорки. Насколько это опасно для нашего организма? Вот представьте себе, вы хотите что-то приготовить. В данном случае у меня есть порезанное яблочко. Но это может быть и картошка, и лук, и все, что мы моем в воде из-под крана. Или готовим. Представьте себе, вы хотите приготовить супчик из чистой, экологически чисто выращенной картошечки. И решили эту картошечку или морковочку немножко помыть. В воде из-под крана. Я помешаю, чтобы быстрее пошел процесс. Вот прошло буквально несколько секунд. На глазах у вас вода поменяла цвет. Куда девалась хлорка? Давайте проверим. Мы капнем те же самые капельки вот в эту воду. Вода не жентеет. Это значит, что вся хлорка и вся химия, которая находится в воде из-под крана, моментально впиталась в яблочко. Если вы не верите яблочку, сейчас я вам покажу еще один эксперимент. Вот у нас здесь вода из-под крана. Мы ее делим на две части. Капаем капельки. Сейчас я поклащу воду. Утром все, наверное, зубы чистят. И посмотрим, осталось ли в этой воде хлорка. Посмотрите, я полоскала рот буквально несколько секунд. Хлорки в воде нет. То есть, когда мы принимаем душ, когда мы принимаем душ, приблизительно 2-3 стакана воды впитываются в наш организм. Поэтому компания выпускает душевые установки, которые не только очищают воду от вредных примесей, но и минерализируют воду. И вода получается приблизительно такая, как в короновых варах. И она оказывает благоприятные воздействия на наш организм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова